Доброго времени суток, дамы и господа. И в недавнем видео я уже разбирал, какие маунты уйдут при релизе или при старте при патче дополнения Dragonflight. При патче, напомню, это обновление, которое стартует перед стартом дополнения. Что-то удаляется в при патче, что-то удаляется в самом дополнении. Сегодня мы поговорим о достижениях. Таких достижений будет 6, которые будут удалены в дополнении Dragonflight, либо в при патче. 3 будут удалены конкретно в при патче, 3 на релизе. Давайте перейдем к ним. Два достижения из подземелий с эпохальным ключом. Коротко говоря, два достижения из Mythic+. Первое — это ачивочка на получение маунта. Она будет убрана в при патче. Мы получаем 2000 очков. И при получении 2000 очков рейтинга мы получаем великий подвиг под названием «Властелин ключей темных земель». 2000 рейтинг. Ачивочка. Приятненько. И маунт. Бонусом. Следующее достижение — это разный герой ключей. Герой ключей — железные доки. Герой ключей операции «Мехагон». Цепо мрачных путей. Тазовеш. Также, по-моему, относится к этому. Мы проходим эти подземелья. Лево проходим верхнюю и нижнюю часть. И при этом получаем возможность телепортации к этим подземельям. Это великие подвиги и это также ачивочки, которые будут убраны в при патче. Гладиаторское достижение также будет убрано в при патче. Теперь перейдем к достижениям, которые будут убраны уже при релизе дополнения Dragonflight. Это значит, что на них дано побольше времени. Первое рейдовое достижение — это судьбоносные различные прохождения рейдов. Пройдя все рейды судьбоносные в обычном формате, в героическом формате, в эпохальном формате, мы получаем разный спектр наград. Пройдя абсолютно все рейды в обычном режиме судьбоносные, мы получаем маунт котика. Далее, если мы проходим в героическом формате, то мы получаем звание. А если мы проходим все в эпохальном режиме, то мы получаем телепорты к этим рейдам, то есть к замку Нафрия, к святилищу господства и к гробнице предвечных. Мне тут чуть-чуть абсолютно осталось. Гридишмяк мой любимый и регелон судьбоносный. Также второе рейдовое достижение, которое будет убрано при релизе дополнения Dragonflight, это достижение под названием Всем и Дети Звезд для героического и для эпохального формата. Обычный ачивмент, обычный формат можно будет делать хоть и в следующем дополнении, но суть героического режима и эпохального режима в том, что босс все-таки сложнее, это дает некоторую сложность для комбата самого по себе при убийстве регелона. И таким образом мы получаем великую ачиву. Суть достижения, мы все становимся алгалонами небесными такими и нас там присягивает, отталкивает и никто при этом умереть не должен. Поэтому ачивмент довольно-таки сложный, но у него две вариации, героический, эпохальный. Подумайте, какую вы можете сделать ачиву и реализуйте ее. Также стоит упомянуть то, что это рейдовое достижение Всем и Дети Звезд можно делать как в судьбоносном режиме, так и в обычном режиме. Ну и последнее достижение, которое будет убрано при релизе дополнения Dragonflight, это достижение возвращения из-за грани. То мета достижение, которое было добавлено еще весной. И мы рассуждали на эту тему, быть может его уберут при дополнении Dragonflight, там на релизе. Да, его все-таки уберут. Уберут это великое достижение и наградное звание Скиталец Завесы станет недоступным. На моем YouTube-канале имеется разбор всей этой мета-ачивы под названием «Возвращение из-за грани». Видосик по всем моим мыслям касательно этого достижения я оставлю в описании. Обязательно его посмотрите. У вас еще есть время его выполнить. Не стоит как-то расстраиваться, не стоит печалиться. Я уверен, у вас все получится. И какие ачивы вы загадали, такие вы и сделаете. Жду ваши линки сделанных ачив к Dragonflight. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!